Приветствую вас на канале Ветеринарной Клиники и Биовид. Расскажем в этом ролике о беременности и родах у собак. Продолжительность беременности у собак составляет от 58 до 62 дней. Важно знать, что к вынашиванию потомства готова здоровая суха в возрасте от года. Несмотря на то, что физически собака может быть готова к спариванию раньше, в более раннем возрасте есть серьезный риск неудачной беременности вплоть до летательного исхода самой суки или ее потомства. Первые три недели после зачатия симптомы беременности разглядеть довольно трудно. Однако часто животное становится сонливым и менее активным. С наступлением четвертой недели молочные железы собаки приобретают розоватый оттенок, увеличиваются в размере сами железы и живот, кожа вокруг сосков набухает. С наступлением четвертой недели беременности молочные железы собаки приобретают розоватый оттенок, увеличиваются в размере сами железы и живот, кожа вокруг сосков набухает. В период с 38 по 45 день беременности в гладке животного можно прощупать эмбрионы. Но не стоит самостоятельно делать это, так как есть вероятность травмировать плод. Можно провести исследование при помощи рентгенов для выявления количества потомства или сделать УЗИМ. Начиная с 45 дня беременности у собаки может появиться молоко в молочных железах. Накануне родов, примерно за сутки, как правило, отмечается небольшое падение температуры тела животного. Это нормальное явление и после родов показатели восстановятся. Нередки случаи, когда за успешное зачатие принимается ложная беременность. Подобный синдром возникает на фоне отклонений в деятельности половых желез и по внешним признакам действительно напоминает беременность. Появляется молозико, увеличивается молочные железы и живот. Главным отличием от настоящего вынашивания потомства здесь служит отсутствие плодов матки и их шевеления. В таком случае следует обратиться к специалисту, а также исключить из рациона питомцы молочные продукты. Питание собаки во время беременности должно быть в первую очередь сбалансировано, так как органин животного в этот период особенно нуждается в различных витаминах и микро и макроэлементах, наличие которых напрямую влияет на здоровье будущего потомства и самой суки. Тем не менее, здесь следует учитывать, что не стоит многократно увеличивать порцию, так как это может привести к ожирению. Часто хозяевами недооценивается серьезность ожирения, которая в реальности может не только затянуть родовой процесс, но и спровоцировать выкидыш. На практике принято не менять план питания в первый месяц беременности животного, так как организм на этом этапе не нуждается в особенных условиях. Но с наступлением четвертой недели ситуация меняется и количество корма нужно увеличить на 10-15% каждые две недели, а также насыщать рацион белковыми продуктами. Увеличение порции кормления должно идти таким образом, чтобы к моменту родов общий процент составлял дополнительных 50%. Если ваш собака употребляет производственный корма, то удобнее всего именно в этот период перевести собаку на корм для беременных собак и щенков. Если собака ест производственный корм, то в этот период собаку нужно перевести на корм для беременных и лактирующих собак, соблюдая при этом суточную норму кормления, указанную производителем корма. Собака значительно прибавляет в весе уже с наступлением второго месяца беременности. Важной особенностью здесь является то, что расширяющаяся матка давит на остальные органы, поэтому разумно делить весь дневной рацион до небольших порций и выдавать их до пяти раз в день. Точное количество порций при натуральном кормлении следует обсудить с ветеринаром, так как оно зависит от количества потомства и аппетита собаки. Не стоит забывать о необходимости постоянного доступа собаке к чистой питьевой воде. Уход за беременной собакой. Так как вторая половина беременности собаки сопровождается снижением активности и нарушением координации, следует оградить питомца от таких видов деятельности, как бег, прыгание, плавание и подъемы на высоту. При этом важно сохранить баланс, ведь лишив животной активности совсем, значит обреть животное на ожирение и другие проблемы со здоровьем. Идеальным решением здесь выступает спокойная длительная прогулка. Говоря о гигиеническом уходе за собакой, важно отметить ежедневный осмотр питомца расчесанными, а также наблюдение за состоянием кожи. Так как для второй половины беременности характерно выделение сосков, рекомендуем промывать их чистой теплой водой ежедневно и протирать на суху. Прекратить мытье молочных желез следует за две недели до родового процесса. За несколько дней до родов рекомендуем соорудить собаке специальное место, в котором ей будет тепло и комфортно. Предвестники родов у собак и сам процесс. Помимо снижения температуры тела, накануне родов для собак характерно опущение живота и изменение поведения. Животное заметно нервничает. В некоторых случаях проявляется ученая моча спускания и даже рота. Крайне желательно перед родами навестить ветеринар, который осмотрит животное. Владелец собаки должен понимать, что роды это естественный для животного процесс, и питомцу чаще всего не нужна помощь человека. С началом схваток важно отслеживать их интервал, и как только он достигнет отметки раз в 10-15 минут, приблизится фаза самих родов. Далее у собаки отходят воды, и в течение последующих 6 часов должен появиться первый щенок. В случае, если родовая деятельность вяная, необходимо как можно скорее связаться с ветеринаром. Норму положения тела для щенка – лапами или головой вперед. Он также может появиться на свет в околоплодном пузыре. В таком случае следует его освободить и протереть дыхательные органы малыша от слизи. Пуповину можно обрезать самостоятельно или же оставить это за сукой. В первом случае необходимо предварительно туго перевязать ее ниткой на расстоянии 2-3 см от живота щенка. Понемногу собаке следует давать чистую питьевую воду. Интервалы между появлением щенков должны составлять не более двух часов. В противном случае, опять-таки, необходимо обратиться к специалисту за помощью. Ни в коем случае нельзя пытаться стимулировать роды самостоятельно. Это может привести к разрыву или спазму матки. Как правило, родовой процесс длится до 15 часов. По окончании родов суки нужно обеспечить полный покой, продолжая давать понемногу воду. Однако в приеме пищи собаке придется отказать в последующие 6-8 часов. Несмотря на то, что роды – это естественный процесс, но если у вашей собаки первые роды, у вас нет опыта в этом вопросе, лучше заранее договориться о приходе врача на дом. Врач проследит за течением родовой деятельности, осмотрит собаку и щенков. В случае, если возникнут осложнения, врач незамедлительно окажет ветеринарную помощь. Надеемся, видео было полезно для вас и ваших питомцев. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биомед. Оставляйте комментарии и вопросы. Ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok